Юные соотечественники из Белоруссии, Казахстана, Польши, Сирии, Таджикистана, Финляндии, Южной Осетии и школьники из Волновахского района ДНР впервые пересекают Полярный круг. Не думал, что это настолько классно будет. Красивую природу региона, красивый город, классные традиции, музыка традиционная. Мне нравится. Дорогих гостей встречают, как и полагается, хлебом да солью. Ямал впервые вошел в географию проекта «Здравствуй, Россия». Для его участников здесь тоже впервые. Русский каравай, ямальское мороженое и суровое салихардское лето. Новые знакомства и новые знания. Участие в проекте дает ребятам шанс пообщаться на русском языке со сверстниками из других стран, ощутить свою причастность к России и ее богатые истории. В России я знал, что она необъятна и очень большая. Но чтобы настолько, допустим, от Москвы до Ямала такое расстояние. Хотя по карте вроде бы близко, а расстояние просто огромнейшее. Неделя на Ямале. Экскурсии, мастер-классы, лекции. Юные соотечественники узнают о возможностях для молодежи. Жизни в условиях вечной мерзлоты, экологическом добровольчестве на Ямале. Ребята посетят несколько городов. Не только салихард, но и в Абытнанге, Ноябрьск. А также будет состоится восхождение к леднику романтиков. Помимо ярких впечатлений, ребята увезут домой и маленькую частичку Ямала. В Авдорском остроге гости выковали сувенирные монеты и гвозди на первый дом. А в Косторезной мастерской окружного дома реметел сделали своими руками подвески из лосинного рога. За Полярный круг «Здравствуй, Россия» еще никогда не выезжала. И мы надеемся, что ребята получат такое огромное количество впечатлений, которые просто покроют все их страны. И они смогут рассказать об этом всем, всем, всем своим друзьям. И, похоже, именно здесь, на Ямале, зародилась новая традиция. Танец проекта, исполненный под официальный гимн «Здравствуй, Россия». Наталья Горбунова, Максим Терентьев, Максим Кутафин. Программа «Время. Ямала». Салихард. Программа «Время. Ямала».